Я вас приветствую на канале Степан Халер. Сегодня 18 февраля и новость, которая возможно не всем понравится. Может быть кто-то будет недоволен, но я думаю, что большинство все-таки будут за. Это у нас расширение формата канала и теперь будут выходить игры на PlayStation 4. Вы видите, есть PlayStation, есть телевизор, на котором это все будет отображаться. И я буду делать серии и также буду делать стримы. Сначала это будет Red Dead Redemption. Потом Horizon Zero Dawn или может быть наоборот, но в начале вот эти вот игры. Потом мы с вами знаем, что выходит Days Gone. Это игра о конце света. Дальше будет The Last of Us 2. Remastered, плюс старые игры типа The Last of Us тоже будут. В общем, я с головой окунулся в этот мир развлечений от Sony и понял, что это тот пласт, которому нужно обязательно прикоснуться. Где есть просто потрясающая музыка, графика и игровой процесс изумителен. Я другого слова просто не могу подобрать. По сравнению с большинством, не всеми, но большинством компьютерных игр, это просто развлечения чистой воды. И вот эти вот развлечения будут выходить на канале. Конечно же, конечно, симуляторы тоже будут. Они никуда не денутся. Стратегии тоже останутся. И симулятор, фермер, симулятор девятнадцатый мы будем продолжать с вами. Также будут модовские карты, будут моды, возможно, будут когда-то даже и коопы. В общем, все это останется. Какие-то старые игры по типу Евротрак симулятора или Американтрак симулятора, возможно, тоже будут, если там появится новый контент. Но сейчас будет параллельно с Sony Playstation и мы будем продолжать с вами фермер-симулятор. Также я хотел бы буквально чуть-чуть вас ознакомить с тем, что, собственно, в Sony Playstation такого есть интересного, такого есть хорошего, чего нету, возможно, в компьютере. Это 4К разрешение. Тут, мне кажется, что нужно к этому уже стремиться, нужно желать лучшего. И 4К разрешение – это как раз тот вариант, когда глаз отдыхает. Также это удобство. Удобство – это вот этот вот джойстик, он реально сделан для игроков. Здесь есть индикация уровней жизни, например, в играх. Здесь есть тачскрин, как в ноутбуке. Также сюда вы можете подключить наушники или гарнитуру с микрофоном и общаться. Сидеть на диване без проводов. Это все беспроводное. Сам по себе он очень удобен, подзаряжается вот здесь вот от USB. И дальше можно играть. Наверное, где-то часов 6 непрерывной игры, а может быть и больше. Я пока что только разрядил один раз его. И заряжается довольно-таки быстро, примерно полтора часика, наверное. Ну, где-то так, то есть я совершенно не заскучал, пока он заряжался. В общем, такая вот классная штука, которая позволяет расслабиться, которая позволяет отойти от телевизора или от компьютера и лежать или сидеть. То есть это настоящий центр развлечений. Sony Playstation. Здесь есть музыка, здесь есть YouTube, Twitch. Все то, к чему мы привыкли, здесь все есть. Это мини-компьютер, который заточен исключительно под нужды игроков. Здесь нет ничего лишнего. Поэтому игры идут в 4К. Поэтому здесь нету тормозов. Или почти нету, будем честными. Также здесь есть возможность 1080p 60fps играть. Хотите 4К, но 30. Хотите Full HD, но тогда 60 можете иметь возможность. В общем, мне пока что здесь все нравится. Единственный минус, это то, что игры стоят довольно-таки дорого. Например, Metro Exodus, который недавно вышел, он на Playstation стоит около 2000 гривен. А на компьютер он что-то около 800 в Epic Game Stores. А здесь мы покупаем в Playstation Store. Но мы платим за комфорт, в общем-то. И всегда есть варианты, если уж на то пошло. Сама приставка Playstation довольно-таки компактна. Вот она, вы видите. Я ее не беру в руки, потому что она сейчас подключена и работает. Отсюда выходит горячий воздух. Здесь у нас может быть вставлен диск. Здесь же также идет индикация. Включена в режиме ожидания или выключена. Выключена. USB порты, куда мы можем подключать наушники, клавиатуру, мышку при большом желании. Или какие-то другие гаджеты. Здесь провод HDMI. И, в общем-то, все. Больше здесь ничего не нужно. Оно работает из коробки, что называется. Самое главное, чтобы у вас был аккаунт в Playstation. Вы его создаете на компьютере или с телефона. И потом, купив приставку, вы просто подключаете и уже все начинает работать. Ну, а если вы досмотрели до этого момента, я вам просто восхищаюсь. И вам небольшое бонусное окончание этого влога. Это почему я был такой невеселый. Да потому, что PS4 Pro у меня не было. После покупки приставки прошло, наверное, где-то месяца-полтора. И в течение этих полутора месяцев я играл, пытался разобраться, где, как оно и что работает. Настраивал различные режимы. Ну и плюс, к тому же, нужно было пристроить это все к компьютеру, чтобы можно было воспроизводить игры, записывать. И чтобы это было более-менее качественно. Также те, кто давно уже на канале или более-менее регулярно следит за обновлениями и новыми видео, знали, что примерно после нового года я начал ремонт делать в своей комнате. И, соответственно, новых видео не особо-то много было. Выходили старые перезаливы. И в конце этого бонусного видео будет вам еще один небольшой бонус. Это тур по моей комнате. Ну, как-то это буквально несколько секунд из того, что удалось сделать. При минимальном вложении финансов и сил. Также, буквально немножко, я бы хотел остановиться на PlayStation Game Store, который довольно удачен, который очень удобен. Но, как я уже говорил о том, что он довольно-таки дорогой. Здесь много бывает разных скидок. И, что самое интересное, есть персонализированные скидки. Тоже с довольно-таки большими бонусами. Ну, и, собственно, вот то место, где стоит приставка. И тут еще нужно будет кое-что доделать. И буквально часть комнаты, следующая часть, она там еще не сделана. Поэтому и показывать там особо нечего. Я на этом буду с вами прощаться. Не забывайте ставьте лайки, мне будет приятно. И я буду продолжать делать подобные или такие вот влоги. Всем пока.